Доброе утро коллеги! Доброе утро! Итак, сегодня мы начинаем с вами вебинар про совместную работу, будем говорить о текущих условиях, как они меняются, как в этих условиях подстроиться бизнесу, использовать инструменты для того, чтобы оставаться эффективным самому и контролировать эффективность своих сотрудников. И на вебинаре сегодня будем мы, Екатерина Шелинкова, продукт-менеджер Битрикс24 и… Я Юрий Волошин. Итак, перед тем, как мы приступим непосредственно к самому вебинару, давайте убедимся, проверим, что вы нас слышите и вы нас видите. Пожалуйста, напишите в чате, все ли хорошо, со звуком, с видео, чтобы вы точно слышали и видели нас. Вопросы вы можете задавать, вот посмотрите на скриншоте, справа у вас есть чатик, в котором вы можете и сейчас ответить нам, видите вы нас и слышите ли. И во время вебинара, пожалуйста, активно задавайте свои вопросы. Мы с Юрой будем периодически останавливаться и отвечать на них прямо в прямом эфире. И также у нас сегодня есть партнеры, которые помогают нам отвечать на вопросы. Это Ковалев и партнеры Amatera и Simple Digital. Я отправил ссылочки в чатик, вы можете увидеть, ребята. И коллеги будут помогать нам, чтобы мы максимально на все вопросы, которые у вас сегодня возникнут, смогли дать ответ. Итак, если вдруг у вас нет звука, нет видео, что-то не так, то в первую очередь мы рекомендуем попробовать переподключиться, выйти и снова перейти по ссылке на вебинар. Скорее всего это вам поможет. Сразу предвещая, что будет такой вопрос, будет ли запись вебинара, конечно, обязательно запись этого вебинара будет, как и всех вебинаров, которые проводим мы в Bittrex24. Итак, тема нашего вебинара, как организовать совместную работу в компании. И мы, наверное, будем говорить даже не о том, что происходило, как это было. Мы все это вместе с вами пережили, все уже знают, все уже живут в этих новых условиях. А мы поговорим о том, что происходит сегодня, непосредственно прямо сейчас, и как в текущих условиях можно организовать удаленную работу. И не только удаленную, но и смешанный режим работы, когда часть компании может работать удаленно из дома, а часть компании находится в офисе. Итак, удаленка год спустя. Давайте немножко поговорим о статистике. Вот мы видим цифры, это статистика с весны 2020 года, когда часть, когда даже не часть, наверное, да, все компании вынуждены были переходить на удаленную работу. И мы видим, что сначала процент был небольшой тех компаний, которые вообще были довольны этим дистанционным удаленным режимом работы. И те компании, которые сохранили удаленный формат для части сотрудников. То есть даже после того, как пандемия немного стихла, когда можно было вернуться в офис, очень много компаний, достаточно много, да, 41% все равно остались в режиме удаленной работы. К осени 2020 года проценты очень сильно изменились. Есть компании, которые полностью, либо частично перешли на удаленный режим работы. И компании, которые вообще в будущем видят свою компанию в режиме удаленной дистанционной работы сотрудников. Ну и лето 2021 года здесь процент компаний, которые поддерживают вообще полный удаленный режим работы своих сотрудников, огромный, 83%. Поэтому не приходится сегодня убеждать, что действительно нужны инструменты, которые помогают организовать такую удаленную работу. Потому что, ну, все очевидно, да, огромный процент практически уже подбирается к 100% компаний, которые хотят поддерживать этот удаленный режим работы. И, конечно, плюсов удаленного режима работы сейчас очень много. Все мы с вами его испытали на себе, да, не просто как бизнес-руководитель компании, а даже как просто сотрудники внутри какой-то компании. Мы понимаем, что удаленный режим работы открывает для нас новые перспективы. Во-первых, самый, наверное, если говорить о сотрудниках, большой плюс – это что не тратится время на работу. Особенно в больших городах, где пробки, когда на работу добираются по несколько часов люди, сейчас экономия времени просто огромная, его можно тратить либо на работу, либо на какое-то свое личное развитие. Конечно, это возможность получить опыт работы в других компаниях, каких-то международных компаниях. Или даже если это локальные компании, например, внутри российского рынка, то все равно теперь вы имеете возможность, сотрудники имеют возможность получить опыт работы в каких-то более крупных компаниях, которые находятся за пределы их города. Ну и вообще расширенная география трудоустройства, да, границы стерты. Теперь можно работать в любой компании, несмотря на то, что ты находишься там где-то в каком-то маленьком городе, а может быть вообще живешь в деревне. Ну, главное, чтобы был доступ к интернету. Работать можно где угодно. Или все же удаленная работа – это плохо. А с чем же она плохая или чем же она неудобна в современных реалиях? Ну, наверное, самое первое – это коммуникации. Конечно же, стало сильно сложнее. Если раньше вы, когда сидели в условно в одном кабинете с собственными сотрудниками, они задают какой-то вопрос по ходу дела, потому что видят, что вы немножко освободились, получают быстрый ответ, и все, все хорошо, работа двигается дальше, то сейчас во время удаленки нужно обязательно ставить встречу в календаре, занимать время, и даже когда у вас есть небольшое там пара минут свободного времени, сотрудник просто так не может задать вам какой-то вопрос, потому что он не знает, что у вас есть вот это небольшое окошечко. Очень большие проблемы становятся с задачами. Аналогично, рядом, когда сидит сотрудник, и вы ему рассказываете о какой-то задаче, вы можете ему ее пересказать подробно, вы видите его лицо, вы видите, насколько он понимает задачу, и насколько он понимает, что нужно сделать в этой задаче. Но теперь получается, что вы можете задачу дать либо вообще не видя сотрудника, поставив ее условно внутри какой-то системы, либо объяснив ее по видеосвязи, что тоже увеличивает и время передачи задачи, и увеличивает службу передачи задачи. Ну и самая большая проблема, наверное, с удаленной работой – это мотивация. Мотивация, конечно, сильно падает, и сотрудник через некоторое время, даже если он вначале мотивированный и хочет выполнять задачи, то потихонечку он остывает, потому что не видит вклада в свое общее дело, в вашей команды. Он теряет вот это вот плечо к плечу, двигаемся вместе к поставленной цели и так далее. Да, в удаленной работе есть минусы, и они, понятно, теперь стали за тот год, который мы прошли через эту пандемию, но, к сожалению, с этим надо мириться. Начинается третья волна в Питере, в Москве, и, скорее всего, она захватит и остальные города России, и это, наверное, будет происходить теперь постоянно, пока не будет придумана какая-то железобетонная вакцина, которая прям полностью прекратит пандемию, и больше у нас не будет этой проблемы. А пока мы будем, к сожалению, с вами жить в этих реалиях и будем учиться в них работать, нивелируя вот эти три проблемы, про которые я сказал. Ну и давайте немножко поговорим, а что же можно сделать, решая эти проблемы. Коммуникации. Естественно, нужно делать общую коммуникацию внутри ваших сотрудников. Нужно, чтобы они были в одном общем чате, чтобы утром они здоровались, созванивались, делать какие-то активности совместно с ними. Желательно, конечно, чтобы эти активности были не просто там выпить чаю, а немножко все-таки связанные с работой. Можно сделать там еженедельное обучение, еженедельные созвоны, можно сделать чеки по тем задачам, которые они выполняют. Ну и, естественно, чуть сильнее нужно контролировать сотрудников. Например, есть очень простой вариант, как сделать контроль и не очень напрягающим, и все-таки, чтобы люди видели, что они делают общее дело. Можно в чатик, пригласив всех людей, попросить каждое утро скидывать каждому человеку тот список задач, которые они будут делать за этот день. А вечером прогресс, который они тоже могут скинуть в этот чатик. Соответственно, все сотрудники будут видеть, что делают остальные. Если задача делится на несколько человек, они будут помогать друг другу. Это немножко упростит мотивацию. Ну и, конечно, нужно заниматься мотивацией прям специально. Мотивировать сотрудников, общаться с ними и так далее. Потому что это, конечно, сильно сложнее становится в удаленке, и этим нужно прям заниматься. И мы сейчас детальнее поговорим о тех инструментах, которые помогут вам решить описанные проблемы, помогут их решить теми способами, которые мы описали. И начнем мы, конечно, с, возможно, такого одного из главных инструментов, больше для руководителя, если чаты и видеозвонки – это все-таки инструмент, в который сразу вовлекаются все сотрудники, особенно уходя на удаленную работу, когда все сидят по домам и где-то нужно общаться. Да и вообще чаты и мессенджеры сегодня привычный такой формат, когда не просто сотрудники одной компании, а вообще все мы, люди, там даже внутри семьи общаемся в чатах и мессенджерах. Но задачи больше для руководителя, вот когда вы отпустили своих сотрудников по домам или даже используете смешанный режим работы, когда часть сотрудников в офисе, а часть дома, то очень важно наладить не просто коммуникации между ними, а наладить вот этот формат работы с задачами. Что задачи должны ставиться в понятном формате, одинаковом внутри компании, чтобы не было, что один сотрудник получает от одного задачу голосом, от другого задачу на e-mail, третий написал ему в чате. Такие задачи, скорее всего, не будут выполнены, потому что просто даже собрать эти задачи в одну кучу, это уже занимает много времени, и есть вероятность, что где-то что-то упустишь, потеряешь, забудешь. И вообще какие главные проблемы возникают в команде, внутри компании, когда сотрудники уходят на этот удаленный режим работы? Во-первых, возникает помимо вот этой проблемы, что разные задачи приходят нам из разных каналов, есть еще проблема со сроками, потому что где-то в чате вы могли в переписке написать, мне это нужно к завтра, потом описать саму задачу, потом еще хуже, через день приложить файл. В итоге сотрудник просто потратит кучу времени на то, чтобы сформировать эту задачу для себя, а по идее это должен делать постановщик. Он вроде как выполнил это, но в неудобном формате, через который еще нужно все обработать, собрать и потом только приступить к этой задаче. Нет сроков конкретных, вы не можете их контролировать. Непонятные задачи ставятся, ставятся они невнятно, потому что они идут в каком-то своем формате. Кто-то написал в почте, кто-то в чате и так далее. И, соответственно, получается, что задачи не выполняются, либо выполняются просто не в срок, либо выполняются, но на самом деле была задача поставлена про одно, а результат мы получили совсем другой. В общем, можно сказать, что происходит такой некий хаос. Он может быть даже и когда все сотрудники работают внутри компании, внутри офиса, но тогда более-менее он сглаживается благодаря тому, что есть живые коммуникации, когда вы можете повернуться к коллеге или зайти в соседний кабинет и спросить, как обстоят дела по его задаче. Когда же мы ушли на удаленку, то очень важно поддерживать какой-то формат постановки задачи, очень важно назначать сроки в задаче, потому что не всегда можно быстро позвонить или получить ответ в чате, поэтому важно, чтобы при постановке задачи уже она была сформирована по определенным правилам. Ну и, конечно, важно постоянно поддерживать коммуникацию внутри задачи, ведь есть сотрудники, которые пока они были в офисе под контролем, еще более-менее как-то выполняли задачи, а как только их отпустили домой, просто по своей, можно сказать так, природе, по своей психологии, они вот такие немножко неответственные, забывчивые, рассеянные, и поэтому нужно постоянно их контролировать, постоянно пинговать, ну как там дела по задачке, напоминать о том, что вы ждете от них какой-то результат. Поэтому руководителю обязательно нужен инструмент, который позволит организовать эту работу и позволит это все эффективно контролировать. Но исходя из нашего опыта, делая задачи, нужно обязательно делать условия для их выполнения, то есть не нужно пытаться в задачу накидать кучу-кучу-кучу людей, которые будут что-то там помогать. Должен быть четкий исполнитель, кто отвечает за задачу. Как только вы накидываете туда группу людей, вроде бы делаете в задаче хорошо, на самом деле каждый из них не чувствует ответственность за задачу. Соответственно, ну кто-то другой выполнит, неважно. Старайтесь, чтобы каждая задача была у конкретного исполнителя. Ну и естественно, если все-таки требуется добавить несколько человек, вы должны четко распределить их роли. В нашем инструменте есть возможность добавлять наблюдателей. И это те люди, которые будут наблюдать за задачами. Неплохо работает, когда в задачу добавляется руководитель. Но главное не переусердствовать, потому что явно руководитель, особенно в команде там из 5-10 человек, не сможет отслеживать все задачи и контролировать. В основном руководителя нужно добавлять именно тогда, когда нужно проконтролировать какую-то очень важную задачу, и руководитель должен быть в курсе. Задачи нужно обязательно коммуницировать. И наш инструмент позволяет это делать. Вы можете коммуницировать либо внутри задачи в виде комментариев, разговаривая и общаясь, задавая вопрос периодически, все ли понятно, как двигается задача. Можно делать какие-то небольшие чеки по задаче, то есть не дотягивать до срока, до последнего дня, и уже когда наступил этот срок, говорить, ой, задачу мы не успели выполнить. Естественно, задачу желательно разделять на какие-то проекты. То есть внутри нашей платформы есть возможность создавать отдельные проекты. Выведите эти задачи в отдельный проект, добавьте туда людей. Чем отличается проект от просто задачи? Задачу видят только те люди, которые присутствуют в этой задаче. В проекте же все люди, которые находятся в проекте, даже если они не находятся в конкретной задаче, они все равно видят. Они видят, что команда, выделенная в этот небольшой проект, движется к какой-то определенной цели. Даже если она не очень большая, даже если она очень компактная, это уже хорошо работает, как совместная работа над каким-то кусочком ваших задач. Вы видите чужие задачи, вы видите прогресс в этих задачах, вы видите коммуникацию внутри этих задач, даже не являясь ее исполнителем. Это хорошо, это сплачивает команду и дает возможность двигаться вперед. Не пропускайте возможность поставить конкретный дедлайн внутри задачи. Делайте обязательно сроки у задач, чтобы люди понимали четко, когда эта задача должна быть выполнена. И через некоторое время вы будете видеть, кто из людей может выполнять четко задачу в срок, а кто не может. Соответственно, вы можете назначать на выполнение задач тех людей, которые готовы выполнять задачи к определенному сроку. А те, кто хотят просто сидеть на попе ровно и не работать, ну, можно их, наверное, заменить. Ну и, конечно же, старайтесь в задаче для людей ставить четкий план, как ее выполнять. Если вы видите, что сотрудник не умеет мыслить самостоятельно, не умеет декомпозировать задачу и двигаться по ней самостоятельно, набросайте шаги, которые помогут сотруднику решить эту задачу. Если вы, например, даете задачу на сотрудника заключить какой-то договор, и вы понимаете, что данный сотрудник никогда не заключал такие договора, то скиньте ему, где находятся шаблоны договоров, какие поля очень важны, на что обратить внимание, как делаются договора, как они подписываются и так далее, чтобы сотрудник четко понимал конкретный план работы, который ему нужно выполнить. Для некоторых сотрудников это необходимо сделать один раз, и дальше он это запомнит, выучит и будет делать это самостоятельно. Некоторые же не могут работать по-другому, и им удобнее, когда такой план будет даваться во все задачи. Через некоторое время у вас, как у руководителя, составятся вот такие планчики, особенно если задачи очень повторяемы. Конечно, если у вас каждый раз новые задачи, очень сложно будет сделать какие-то шаблоны, но даже в том случае можно набрасывать какой-то план работ, который сотрудник будет делать. Ну и если вы еще задаетесь вопросом, нужно ли мне вообще использовать какой-то инструмент, там Bittrex 24 или какие-то другие инструменты по задачам, то у нас тут есть сформированные три вопроса. Если в них вы видите ответы, что вы точно не знаете, как поставить задачу, чтобы вот прям гарантированно она была выполнена, или вы не знаете, как организовать получение обратной связи по задаче. Причем не только обратной связи после завершения, а вот как говорил Юра, именно во время выполнения задачи больше коммуницировать с сотрудниками. И вообще подходит, удобен ли вам текущий формат работы с задачами в режиме удаленного формата работы с сотрудником. То есть если раньше вы ставили голосом, то теперь возможно есть затруднение, или раньше вы ставили там по почте, то теперь вы видите, что вы по почте, а кто-то в чате, а кто-то еще где-то. То любой из этих вопросов, где вы видите, что есть проблема, однозначно ответ в том, что вам нужен инструмент, который позволит именно организовать вот этот процесс работы задачами внутри вашего коллектива, внутри вашей компании. И даже если это небольшая компания, там буквально 3-5 человек, все равно уже есть проблемы и уже требуется наладить именно формат работы по задачам внутри этого коллектива, внутри этой команды. Давай посмотрим в живую задачки. Пока Катя будет переходить на живое включение, я немножко скажу, какие моменты стоит обратить внимание, выбирая инструмент. Даже если этот инструмент будет не BITREX 24, то обязательно, выбирая инструмент, обратите внимание, чтобы там была возможность добавлять задачу ни одного конкретного исполнителя. Очень хорошо работает, когда есть наблюдатели, когда за задачей может приглядеть какой-то более взрослый сотрудник, который будет выполнять функцию некого такого ментора, или руководитель, которого добавит в эту задачу. Но и очень важно, особенно в удаленном режиме, это, конечно же, коммуникации. И если в задачах нет коммуникации, к сожалению, я бы пропускал такой инструмент, потому что действительно этот инструмент не даст возможность в удаленном режиме, как бы, выполнять задачи, к снятию их эффективно и так далее. Обязательно должна быть коммуникация внутри задач. Да, конечно, можно сделать это в отрыве от задач, но желательно, чтобы все-таки коммуникация была с привязкой к конкретной задаче, хотя бы банальные комментарии. Я уже не говорю про привязанный чат к конкретной задаче, хотя бы комментарии. И сейчас мы посмотрим, как устроены задачи внутри Bittrex 24. Мы не будем детально углубляться в них, в постановку задачи, как это все выглядит. Во-первых, есть отдельные вебинары про задачи. Во-вторых, наверняка все-таки у нас сегодня вебинар Level Up для тех, кто уже использует и хочет как-то увидеть с другой стороны, продвинуться, возможно, по использованию задач. Поэтому сегодня мы предлагаем посмотреть больше в проектную работу. Во-первых, недавно у нас был релиз, и мы полностью изменили сценарий работы с проектами. Во-вторых, все-таки проекты – это такой следующий уровень работы с задачами, когда вы не просто назначаете список задач и раскидываете их по ответственным, а когда вы организуете проекты, группы людей, которые работают над задачами по одной тематике. Или, возможно, это проект, например, под отдел. Маркетинг и реклама занимаются запуском рекламных кампаний, и их необходимо организовать в один коллектив, как бы в один проект для того, чтобы они все видели движение по своему отделу. Или открытие нового магазина. В общем, очень много может быть тематик по проекту, как внутри просто отделов, так и вообще внутри компании. Какие-то запуск больших проектов лучше всего организовывать именно в инструмент проекта для того, чтобы все задачи были собраны в одном месте, и сотрудники, участвующие в проекте, видели общее движение по этому проекту, а не только свои кусочки своих задач. Итак, переключимся в раздел «Проекты». И здесь мы видим список, в принципе, привычный, так же, как список задач. Но что самое главное здесь хочется отметить, что если у вас большое количество проектов, а со временем наверняка они накопятся в большом количестве, то вам не нужно будет здесь разыскивать, а в каком проекте что произошло, есть ли какая-то активность. Все проекты прямо здесь в списке сами автоматически поднимаются наверх, как только в них произошло какое-то изменение внутри задач. Кто-то изменил срок, поставил задачу, написал комментарий. Любая активность внутри задачи, внутри проекта, поднимает его наверх списка. И сейчас предлагаю, Юр, тебе тоже зайти на наш портал про кондиционеры. Я на нем. Да, и там есть пару задач. Я могу прям назначать задачи в проекте, для того, чтобы посмотреть, как это все работает. Ну, во-первых, открытие проекта у нас теперь в слайдер. То есть вы мгновенно получаете задачи внутри проекта, без перехода на какие-то другие страницы. И сразу можете увидеть объем задач внутри проекта, есть ли какие-то проблемы, есть ли какие-то новые комментарии. Вот сверху у нас здесь есть панель со счетчиками, которая будет вам сигнализировать о том, что есть просроченные, либо есть ожидающий от вас ответ, это лично ваши задачи, вот мои задачи. Либо, так как это проектная совместная работа команды, то здесь также вы будете видеть, как участник или как владелец проекта, просроченные задачи других и комментарии других. Мне очень нравится режим работы, новый, потому что он дает возможность руководителю быстро посмотреть, что происходит в конкретных проектах. Во-первых, проекты, отсортировавшись по активности, попадают наверх только те, где реально есть какие-то движения. Ну и, конечно, там не просто движения, можно вот так вот легко, быстро, в один клик зайти, слайдер открылся, посмотреть, взглянуть на общую историю, как проект движется, перетекают ли задачи, все ли движется вперед, вот успеваем ли мы по срокам закрыть, открыть следующее, и вот так вот быстренько-быстренько с утречка сделать некий срезик, посмотреть, как двигается работа внутри проекта. Вот Катя наставила мне тут задачек, они прилетели мне в виде задач, вот я начал выполнение какой-то конкретной задачи, она мне еще сразу ее просроченную поставила, спасибо, снизила мою эффективность, любит она меня, я понял. Так. Ты можешь оставить мне, например, комментарий к задаче. Да я завершу ее теперь, надо же решать задачи. Да, либо заверши. Задачка завершилась, и видно было, как изменилась на экране, если вы обратили внимание, изменилась на экране задачка, и она улетела. То есть я могу потихонечку, двигаясь вот так по проекту, решать задачи, и руководитель сможет их увидеть. Конечно, такой режим не очень нужен исполнителям, на самом деле, исполнитель может просто сидеть в списке, он даже может не ходить в проекты, потому что, скорее всего, у конкретных исполнителей задач не сотни, и они спокойно с ними справляются, и нет необходимости там бегать по разным проектам, вот так вот выискивая задачи. Не может человек одновременно там десятки задач делать. Явно он делает какое-то ограниченное число, которое реально человеку возможно выполняет задачи, даже если у вас они очень короткие и очень мелкие. А вот руководителю такой режим будет очень сильно удобен. Это будет интересно. Здесь, кстати, интересный вопросик, пролетел в чатик, и давай на него тоже отвечу. Ребята спрашивают, что в силу специфики им приходится использовать жиру и совместно битрикс. То есть жиру используют в основном как скрам-инструмент для разработки, для еще каких-то историй. А битрикс используют для руководящего состава, управленческого состава, ну и для других сфер деятельности, которые есть, естественно, в компании, та же бухгалтерия, юристы и так далее. Можно вас немножко обрадовать. Мы очень надеемся, что в новом релизе мы представим вам скрам-инструмент. На самом деле мы на собственных задачах давно используем скрам-инструмент. Уже, наверное, в течение, ну вот как пандемия началась, мы сразу же начали использовать свой инструмент для командной скрам-работы, именно затачивая его под эту историю. Потому что если раньше мы хоть и используем для задач свой инструмент, но мы выделяли просто каждый, как бы каждую команду выделяли просто в отдельное, ну не знаю, в отдельный проект, в котором это все и вели. На удаленке это стало неудобно, потому что нужен более детальный контроль. И мы добавили возможности скрам-инструмента. Сейчас будет натянута шкурка красивая, потому что мы использовали это внутри, не сильно заморачивались красивым интерфейсом. Нам главное, чтобы все работало. Но для клиентов, естественно, нужно, чтобы это было удобно, красиво и так далее. Так же, как и наши коллеги по цеху, мы будем использовать и спринты, будем использовать и эпики, и все остальное, и теги. Можно будет удобно, в принципе, работать. У нас достаточно большая команда разработки, и мы полностью сидим все внутри, и нам достаточно нравится работать в этой истории. Даже есть некий такой чек-лист о качестве выполнения тех работ, которые надо выполнять. Все вроде бы сделано по идеологии скрама. Так что, скорее всего, скоро вы сможете отказаться от использования двух инструментов и использовать один Bittrex 24, и все вести внутри проектов. Это будет прям отдельный тип проекта. То есть, если вы уже ведете задачи сейчас в каких-то проектах, то скрам просто добавится как дополнительная возможность, и вы сможете новые проекты запускать уже по этой методологии. Давай покажем коммуникации, как самая интересная часть, на самом деле, задач. Потому что, говорю, вот самая сложность сейчас в совместной работе, в удаленке, это коммуникации. Ты даешь задание человеку, но если раньше ты по глазам видел, насколько человек тебя вообще понял, ну и разговаривая в общении, можно было сказать, там, Катя, расскажи, как ты меня понимаешь. И она как бы в обратную сторону рассказывает, что происходит по задаче. То сейчас, особенно если задача ставится вообще без разговора, а ты же не будешь каждую задачу ставить, часами общаясь про эту задачу. И не видя вот этой коммуникации, ты теряешь человека, ты теряешь, понял он или не понял эту задачу, и очень важны становятся коммуникации. У нас, открыв любую задачу... Давай, я назначу ее на тебя, чтобы мы смогли с тобой здесь покоммуницировать. Я сменю ответственного. Юра у нас сейчас за Елену выступает. Мне прилетела задачка, я вижу в ней как раз в комментариях, открыв ее, что произошла смена, и я могу написать. Написал. Да, я здесь как Елена зашел. Это обычные, привычные, в принципе, коммуникации, да, это комментарии, где мы можем, помимо того, что мы пишем какой-то текст, выражать какие-то эмоции, да, похвалить, там, смайлик поставить, что на самом деле очень важно, особенно в удаленной работе, так как мы не видим и не слышим человека, то очень важно добавлять немного эмоциональности, чтобы понимать, вот Юра мне написал в хорошем настроении с улыбкой или с каким-нибудь злым смайлом, что что-то не так я сделала и нужно исправляться. И вот так прямо внутри задачи мы можем коммуницировать. Все эти комментарии остаются в этой задаче. Даже после ее завершения всегда можно вернуться и посмотреть, как шел процесс работы над этой задачей. Помимо этого мы можем очень быстро привлекать в задачу других участников. У нас есть и исполнители, это те, кто будет именно помогать выполнять, то есть они отвечают за результат вместе с ответственным. Не берусь усердно с этой функцией, как и мы уже говорили выше, когда много исполнителей, нет конкретного ответственного, и люди начинают как бы перекладывать ответственность друг на друга, спихивая и начиная условно отмазываться, когда начинаешь с них спрашивать результат. Поэтому вот лично я ответственных вот соисполнителей вообще не люблю и стараюсь их не добавлять. Должен быть у задачи конкретный исполнитель, который отвечает и за срок, и за все остальное. А вот наблюдателей я очень люблю, и они тоже есть внутри нашей задачи. Вы можете в один клик прям добавить наблюдателей в карточки задачи, либо очень часто даже внутри нашей компании бывает такое, что ответственно, например, пишет постановщику, ой, я добавь вот этого там человека, мне нужно у него что-то уточнить. Есть очень быстрый и простой сценарий. Вы прямо в комментарии можете поставить меншин на человека. Например, я выберу Ольгу Чупюк, напишу ей помоги нам. И в этот момент, так как я упомянула ее в комментарии задачи, она автоматически станет ее наблюдателем. То есть вы можете прямо в момент общения внутри задачи быстренько отметить кого-то меншином, и этот человек увидит комментарий, увидит уведомления и сможет присоединиться к выполнению задачи. Ну и не забывайте, конечно, про эмоции. Здесь поступил интересный вопросик, давай походу будем отвечать на эту историю. Студия разработки, команд несколько, 30-40 проектов одновременно, и ребята хотят видеть все это на одном общем комбане. На самом деле это плохая история. Вот я вижу по нашим командам и вижу по нашей разработке, что каждая команда придумывает все равно немножко своих стадий. Кто-то, например, отдает работу, выполненную продукту на посмотреть обязательно, или в этой команде это требуется. Кто-то отдает дизайнеру на посмотреть, если там натягивалось версткой, что-то происходит. Получается у разных проектов немножко разные стадии. Можно, конечно, заставить всех клиентов и всех сотрудников держать все стадии одинаковыми, но это тоже неудобно. Представьте, с 30-40 проектов, как вы пишете, все свалится в общую кучу. Я не представляю, как в этом мешанине разбираться, какой проект из них закончен, зачем его делают, куда он движется и так далее. Вот это наш новый подход, когда проект всплывает, плюс открытие в слайдере, быстро посмотрел, эскейпом закрыл, или нажатием на крестик, он как раз решает вот эту вещь, что невозможно сделать это все на одном едином комбане. Ни в одном инструменте я не видел, чтобы комбан был единый. Его нет и у нас, потому что это будет немножко каша, и непонятно, что делать, особенно если в проектах разные стадии. А так удобненько. Вы видите проект, кликнули, проект открылся, посмотрели, закрыли. Даже 30-40 проектов, это на самом деле час рабочего времени, чтобы бегло посмотреть анализ. Если вы как руководитель, вы обязаны за этим следить. Да и на самом деле не нужно следить за всеми проектами. Даже в нашей разработке есть команды, где прекрасный скрам-мастер, которому дал задание, он ведет этот проект хорошо. А есть команды, где человек только учится, опыта у него нет, ему нужно помогать чуть больше, и вы будете обращать внимание в основном на эти проекты. Поэтому у вас там 20-30 минут времени на то, чтобы быстренько проанализировать, что происходит. Здесь спрашивают про запись разговоров. Запись возможна, но тут это уже скорее всего идет отношение с клиентом в виде продаж каких-то. Запись возможна внутри CRM. Все разговоры, которые вы происходите к подключенной АТС, к нашему продукту, а мы поддерживаем в районе 180 или 200 разных подключений к различным IP-станциям, вы можете писать все разговоры и, соответственно, их дальше прослушивать. Вы будете видеть, как ваши менеджеры разговаривают. Но все-таки это немножко уже не про совместную работу. И здесь хотела бы еще подкрепить коммуникации внутри задачи. Последней новинкой, которую мы представили в релизе, и плавно перейти к следующему блоку по коммуникациям внутри Bittrex24, это возможность внутри задачи помимо комментариев. Все-таки комментарии это такой сценарий, когда вы не ждете мгновенной реакции. Вы могли оставить комментарий, как дела по задаче, и вы не ожидаете, что в эту же секунду сотрудник вам сейчас ответит. Нет, комментарии это такие длительные, можно сказать, ожидания ответа. Но если вам нужно прямо сейчас по задаче срочно решить какой-то вопрос, то вы теперь можете в один клик, либо сразу начать звонок, и все участники задачи, которые есть, соисполнители, наблюдатели, ответственные постановщики, окажутся внутри этого звонка. Либо, например, если вы хотите не звонок, то вы можете очень быстро открыть чат со всеми участниками. Автоматически создается чат по задаче. Вы видите в нем ссылку на задачу, чтобы быстро вернуться, например, к ней. Потом, позже, если вы будете работать уже непосредственно из чата. И вы здесь можете очень быстро обсудить все вопросы по задачам уже в режиме в таком более реал-таймом. То есть в чате все-таки требуется какая-то мгновенная реакция. И это очень хорошо прям систематизирует человека, не добавлять в задачу кучу лишних людей, которые там не нужны. Потому что вы будете добавлять только тех, которым нужно сделать мгновенный звонок. В чем кайф звонка? Я очень люблю делать звонки. И вот просто вот начал сразу разговор, если особенно есть свободное время там по календарю людей. Чем это классно? Вы точно знаете, что люди находятся на рабочих местах. Вы точно знаете, что они занимаются работой. Если человек не ответил на звонок, ну, он спалился условно. И, соответственно, звонок можно начинать вот так вот в нежданчик. Если ваша работа и специфика работы связаны не за сидением на компьютере, а это не у всех такая работа, вы перемещаетесь по офису или там по дому, разговариваете по телефону и так далее, то лучше, конечно, делать звонки, как показала Катя, через чат. То есть сначала создаете чат, в нем списываетесь, ребята, давайте через 10 минут поговорим про эту задачку. Люди все ответили, да-да-да-да. Вот у нас, например, плюсики очень часто ставят. Заходят, делаются чат, говорят, сейчас будет звонок. Там все плюс-плюс-плюс-плюс-плюс-плюс. Вот смотришь, там 5 человек, все 5 человек плюс поставили. Можно начинать звонок. То есть если специфика вашей работы такая, то лучше, конечно, в чате предупредить. Здесь, кстати, клиент уточнил, что зачем ему все выводить на отдельный комбан. У него проблема с задачами, которые с разных команд сыпятся на одну конкретную команду. На самом деле это реальная проблема. Даже у нас. И мы постоянно с Катей ищем способы, как такие задачи решать. Пока продукт сильно не помогает в этом. И на самом деле и комбан вам бы сильно не помог, потому что когда с 40-50 проектов все это свалится в общую кучу, я не представляю, как это приоритизировать. Наверное, нужно просто какую-то механику делать внутри. Тут уже это не даже про какой-то конкретный продукт, на котором это все делать, а это скорее про какую-то договоренность внутри команды. Плохо работают кросс-задачи. Иногда хорошо, когда за задачу исполнитель конкретно отвечает. Мы, например, в новом релизе, вот недавно обсуждали с руководителем разработки, как такие задачи решать, потому что есть неэффективность в этом. Придумали такую схему, что за задачу теперь отвечает та команда, для которой эта задача и делается. То есть условно, если я являюсь заказчиком каких-то работ, то это моя проблема, как я эту задачу буду дальше дотягивать. Катя, например, как продукт, ко мне как к скром-мастеру ставят задачу, я ставлю ее на какой-то другой отдел, не знаю, там отдел верстки, который делает верстку внутри вашего продукта. Я сам буду контролировать исполнение этой задачи, я сам назначу строка не Катя, чтобы не делать вот эту кросс-коммуникацию. Я же сам заберу результат этой работы, проверю результат этой работы, потому что опять-таки плохо, Катя толком проверит результат, не может она не разработчик, соответственно непонятно, в каком виде прилетит результат этой работы, он меня может не устроить, и это уйдет на второй круг. Здесь я как ответственный это сделаю. Всегда вообще хорошо ставить конкретного ответственного за какую-то конкретную историю. Еще я пока ты рассказываешь, вижу параллельно, что есть вопросы по поводу, есть ли иерархия и сохраняется ли она. Да, конечно, задача, вы можете строить прям целую иерархию, делать вложенные подзадачи, и у них еще вложенные подзадачи, то есть можно составить целую цепочку, и все это вы будете видеть прям в списке задач, то есть есть отдельно группировать задачи с подзадачами, есть режим, когда вам не нужно это, либо вы можете вот здесь шестеренки включить, да, группировать задачи с подзадачами, и мы видим, что появился плюсик, то есть мы видим, что задача непростая, она большая, составная, и мы можем развернуть и посмотреть все подзадачи в ней. Но на самом деле это достаточно сложный уже экспертный режим работы. Мне лично самому нравится, когда задачи декомпозируются, но ложатся просто на камбан. Это намного эффективнее, намного визуальнее, привычнее. Каждая задача это небольшой кусочек. В таком случае можно просто не делать эту верхнеуровневую задачу, а сделать, например, либо общий тег. Либо я очень люблю, так как мы уже скрам инструмент используем, я люблю эпики. Я ставлю некий эпик, делаю в нем внутри какое-то описание, и каждый эпик цепляю к каждой задаче. Тогда можно быстро фильтрануть, сортирнуть задачи по эпику, отобрать задачи по эпику. Ну и соответственно можно задачи выполнять более эффективно, перетаскивая их по стадиям. Можно видеть, какую задачу уже сделали из этого эпика. То есть тут уже от вас будет зависеть, как вы выстроите эту всю иерархию задач. Можно, как показала Катя, в виде подзадач, можно более простым вариантом через комбаны и условно теги, которые тоже можно создавать. Теги можно создавать и сейчас. Можно тегировать задачи прямо в заголовке, просто поставив решетку и поставив тег. Тег добавляется, по нему можно делать фильтрацию и сортировку. Итак, мы прямо остановились с вами на задачах. Я вижу, что тема горячая, такая актуальная для вас. Но есть отдельные вебинары, которые непосредственно именно про этот инструмент. Вы можете посмотреть их в записи, либо записаться на следующие ближайшие вебинары про задачи. Давайте двигаемся дальше по другим инструментам совместной работы. Календарик. Это, наверное, мое любимое, то, что я очень сильно люблю, потому что календарем я пользуюсь очень мало. На самом деле очень часто слышен вопрос, а зачем использовать календарь Битрикса? Почему не использовать календарь Google, Apple и так далее? На самом деле у календаря Битрикса есть самое классное отличие, которое его отличает от всех остальных инструментов. Это поддержка совместной работы. Я очень легко, создавая некое событие календарное, могу выбирать людей, вот как сейчас сделала Катя. Конечно, здесь ей везет портал пустой, и у трех сотрудников, которые она добавила, у всех самогутное время есть. И так легко можно выбрать место, когда поставить какую-то встречу. Например, в моем календаре найти дырочку достаточно сложно, потому что команда, которой я занимаюсь, она уже достаточно большая, и у меня постоянно перегруз по времени. Я даже оставляю в некие дни специальное место, которое могу занять, например, своей командой. Вот Катя сделала занятость, и мы сразу же увидим эту занятость, подбирая свободное место внутри вашего календаря. Это обалденная история, и календарь классно помогает это делать. Шикарно сделана синхронизация. Я сам не особо люблю ходить в календарь на какие-то устройства. Часто пользуюсь мобильным устройством, и вот здесь я пользуюсь, конечно, уже календарем, который встроен в телефон. В моем случае это Apple-овский календарь, но это не обязательно гугловый, а аналогичный. Можно легко сосканировать в QR-код, задача автоматически переходит сюда, вы видите эти задачи, и мы даже передаем в заметки, ну, в Apple, в Google, наверное, то же самое, к сожалению, не пользовался, кто участник этого события, и я точно знаю, кто должен прийти на эту встречу. Конечно, я не смогу здесь поправить это событие, не смогу им нормально управлять, но это и не требуется. Я могу зайти в Bittrex24 и сделать эту историю. Но мне приходят все события и на телефон, и на часы, и я отслеживаю задачи, и всегда прихожу на них вовремя, потому что смотрю, что происходит по календарю. То есть я календарем пользуюсь очень, прям, ну, наверное, максимально использую все его возможности. Не забывайте синхронизироваться, не забывайте ставить встречи в календаре. Тем более, в нем есть еще шикарный плюс, когда встреча ставится на несколько человек. На самом деле, мы ленивы, попы, так сказать, если аккуратно, нежно. То есть представьте, когда во встрече 5 человек, и эту встречу нужно провести где-нибудь в скайпе. Это, наверное, атас. Каждого человека нужно добавить в эту встречу, сделать звонок. Еще, блин, там, не дай бог, имя напишут не имя человека, а какого-нибудь голубой зайчик, или там розовый, с пальчик. Все, этого человека вообще нереально найти. Здесь же вы заходите в события, нажимаете одну кнопку, и создается либо чат, либо звонок. И вы сразу же начинаете коммуницировать с этими людьми. Обалденно. Удобно, и когда мы сделали эту функцию даже без интерфейса внутри компании, это было какой-то кайф. Потому что людей даже внутри компании, зная их имена и фамилии, перебивать в чатик было очень долго, и это тратило какие-то дополнительные время, которого и так не хватает. Здесь в один клик мы все в чатике. Раз все попали, вот три человека, можно либо коммуницировать, переписываясь здесь, либо сделать звонок стандартным способом, нажав кнопочку наверху. Ну и собственно сам чат, как он у нас выглядит, это привычный уже инструмент, про который, наверное, даже не стоит рассказывать, как это все организовано. У вас есть список чатов, вы можете общаться с сотрудниками один на один, вы можете создавать групповые чаты. Сюда же попадают чаты по задачам, как вот мы с вами создавали, этот чатик останется у меня. Я могу быстро перейти к нему из задачи, а могу потом просто уже из списка чатов непосредственно коммуницировать по задаче. Также чат по встрече, который мы создали с вами в календаре, и могу создавать какие-то открытые чаты на компанию, закрытые чаты с конкретными сотрудниками. И помимо этого, вот видео, звонки и чаты внутри компании, есть еще видеоконференции, когда вам необходимо подключить к звонку кого-то внешнего. Например, юриста, чтобы проконсультироваться, или какой-то еще внешний участник, вы заключаете с кем-то договор, еще что-то. В общем, любые сценарии, когда ваша компания коммуницирует с кем-то снаружи, вы можете очень быстро организовать такой звонок с помощью видеоконференции. Здесь тоже буквально в пару кликов вы даете название этой конференции. Если необходимо, конечно, вы добавляете внутренних участников, это ваши сотрудники. И для них это будет просто обычный внутренний видеозвонок. Они даже будут не знать, что они попали в видеоконференцию. Для них это обычный внутренний звонок. А для внешних участников вы копируете ссылку, нажимаете «Начать конференцию», отправляете эту ссылку, неважно, где вы общаетесь с клиентом, в почте, в чате, в другом, где-нибудь там в Телеграме. Или вы вообще публикуете эту ссылку, например, что сегодня у нас там закрытое какое-то мероприятие, вот вам ссылка, все подключаются сюда. И в один клик вы оказываетесь в звонке вместе с этим внешним участником. Причем видеоконференции работают не только в браузере. Этот внешний человек может находиться там где-то в пути и ответить вам на звонок прямо через мобильный телефон. Также он переходит по ссылке и в браузере, в любом браузере, там Chrome у него, Safari, неважно, Android или iPhone, он может подключиться к этому видеозвонку. Здесь спрашивают вопрос, а как синхронизация с Outlook, особенно в две стороны. На самом деле Outlook это, наверное, самая большая боль. Нет нормального API сделать нормальную синхронизацию. Во-первых, у Outlook своя собственная структура. Она очень специфичная, она очень олдскульненькая. Outlook на самом деле это софт, который был разработан десятки лет назад. Да, он во многих компаниях используется. Но на самом деле, если для вас этот софт не является каким-то супер важным, там, не знаю, бизнесообразующим, я бы потихоньку рассматривал историю перехода на что-то более современное. К сожалению, мы будем, конечно, стараться улучшать синхронизацию. У нас есть в планах на следующие релизы сделать какие-то улучшения, но идеального варианта не будет. Вроде бы там что-то появляется у них в API, но, зная Microsoft и их скорость, я не верю, что там будет что-то прям супер замечательно. К сожалению, синхронизация все равно будет отставать от той же синхронизации с Google или той же синхронизации с Apple. И я бы старался, если у вас возможно сделать переход, переходил бы на что-то более современное, уходил бы потихонечку от Outlook. Это не тот инструмент, в котором интересно использовать какие-то календарно-коммуникационные возможности. Он был прекрасен, заменяя задачи. В нем было очень удобно делать задачи, и раньше это был прям шикарный инструмент в виде задач. Но так как наш продукт включает в себя задачи и нет большого смысла это стараться делать внутри почты через Outlook, я бы от него отходил. Попробуйте. Я думаю, вы от него откажетесь через некоторое время, если, конечно, это не обязаловка внутри вашей организации. В больших компаниях очень часто прям это обязательно для использования, спущенное сверху. И здесь, конечно, вы на это повлиять не можете. Будете как-то синхронизироваться. Ну и пока мы не отошли от видеоконференции, вижу, что есть вопрос, на какой платформе это все работает. Не требуется никакой Skype и так далее. Конечно, не требуется. Эта видеоконференция в Bittrex24 работает на нашей платформе. Вы просто получаете ссылку, отдаете ее внешним клиентам, а сами нажимаете начать конференцию, вы звоните как внутренний звонок. То есть здесь не идет подключение к Skype, к Zoom, еще куда-то. Нет, это конференция прямо внутри Bittrex24. Так, ну я думаю, что мы можем двигаться дальше. У нас остался еще один важный новый инструмент совместной работы. Это документы. И предлагаю тоже сразу переключиться и посмотреть, как это все работает. У нас вот здесь уже открыт раздел. Хочется немножко сначала сказать, что такое вообще раздел документы, почему он появился, в чем отличие от раздела диск, потому что часто возникают такие вопросы. Документы – это последние файлы, с которыми вы работали. Причем неважно где. Вам не обязательно заходить в этот раздел и здесь создавать документы или здесь их пытаться редактировать. Вы можете работать с документом через чат. Например, вы отправили кому-то документ или вам прислали документ в чате, он автоматически появится в этом разделе. Или вы работаете с документом внутри задачи, обсуждаете где-то в комментариях, либо приложили его непосредственно к самой задаче, все, он автоматически уже появится здесь. Встреча в календаре, события в новостях. В общем, везде, где вы работаете с документами внутри Bittrex24, они автоматически появляются в этом разделе и сортируются по активности. Разделы на самом деле – это неважно. Самый кайф, что вы, находясь в том инструменте, в который вам нужен, просто нажимаете по файлу и у вас открывается редактор встроенный, за который не надо платить. Вроде бы ерунда, если у вас в компании 10-15 человек купить офис. Вроде бы не так дорого. Ну сколько там офис стоит? В зависимости от тарифного плана, который вы возьмете, условно от 200-300 рублей до 1500-2000 на человек. Но, блин, если команда, в которой вы работаете 100-150-200, или вот как пишет здесь Антон, 5000 человек, и не дай бог им хотя бы вот этим 5000-20% нужен офис, блин, это нормальные деньги. Здесь же вы получаете там внутри продукта, причем офис предназначен для совместной работы. Вы можете редактировать документы, это его основное отличие. Редактировать документ совместно, и Катя будет видеть, что происходит. Я, если войду в документ, увижу, что происходит. Самый кайф в том, что вы здесь можете шарить этот документ. Наверху есть кнопочка шаринга, и вы можете добавить сюда сотрудников. И опять-таки, не нужно, как в гугле, например, изучать, как его там зовут, а тому ли я дала, как говорится, добавляя его в этот документ. Все, здесь все прекрасно. Вы видите конкретных сотрудников, вы их точно знаете. Вы можете регламентировать права доступа и пользоваться совместно документами. Конечно же, этот инструмент не на 100% может заменить офис. Если вы используете сложнейшие таблицы или сложнейшие документы, скорее всего, могут возникнуть какие-то нюансы, и он может не справиться. Но мы последние документы, какие бы ни открывали, в принципе, работают прекрасно. Я понимаю, что наши документы, скорее всего, простенькие, и они работают немножко проще, чем какая-то сложнейшая таблица. Но вот НАЗМ полностью закрывает этот инструмент, и я уже забыл, когда последний раз открывал офис. И мое удивление было, что он открывал прекрасно даже презентацию. Мы, когда вели последнюю презентацию, мы на самом деле в ней открыли вживую эту же презентацию. Конечно, это было не сильно видно, что на самом деле это уже не пошел ни ролик, а на самом деле была открыта презентация в презентации. Но мы очень удивились. Вот в презентации как раз у нас всегда сложнейший, тяжелый, с кучей видео. И для нас было необычным, что он ее прекрасно открыл, ничего не сломал. Мы ее немножко даже поправили, сохранили, и дальше продолжилась презентация. То есть неплохой инструмент, и главное его отличие – это совместная работа. Быстро, удобно, расшарить документ. Это прям прекрасно, особенно внутри находясь. Кинули в задачу, все, документ фактически пошарился на тех людей, которые есть в задаче. Вы видите сразу, кто зашел. Очень удобно. Ну, помимо того, что можно делиться документом и работать совместно внутри компании, конечно, вы уже привычный, опять же, сценарий, вы можете поделиться этим документом наружу. Также, как мы говорили, есть звонки внутри, компания есть наружу. С документом также вы можете работать совместно с сотрудниками внутри компании, а можете получить публичный доступ, быстро скопировать ссылку. Если необходимо, кстати, вы можете ограничить эту ссылку паролем, либо ограничить по времени, например, вы дали день, да, для того, чтобы там кто-то проверил какой-то ваш документ. И разрешить редактирование. То есть можно дать право только на просмотр, а можно разрешить редактирование. Вы получаете публичную ссылку, отправляете ее, и человек, переходя по этой ссылке, сразу оказывается в таком же редакторе. И что самое важное, вы прям будете в режиме живого времени видеть, как этот человек редактирует документ вместе с вами. Руслан спрашивает, насколько ваш инструмент похож на Microsoft Office. Как я уже сказал, выше, да, скорее всего, какие-то супер документы, созданные в офисе, он может не открыть и не справиться с ними. Но он ничего не стоит. Он входит в два верхних тарифа, и вы его можете использовать без проблем. Попробуйте. Скорее всего, для 90% сотрудников он подойдет. Он умеет сохранять документы в вордовском формате, он умеет сохранять документы в экселовском формате, он прекрасно умеет открывать и экселовские, и вордовские документы. Все это работает. Скорее всего, каким-то уникальным бухгалтерам, которые делают огромную сводную таблицу каких-то данных, может быть, он не подойдет. Но для нашего использования мы самим пользуемся. В принципе, я ни разу еще не сталкивался с тем, чтобы он не посчитал какую-то формулу, не сломал какую-то историю. Хотя, в принципе, у нас проскакивают достаточно большие документы, когда мы собираем какую-нибудь статистику по каким-то инструментам и делаем какую-то минимальную обработку этих инструментов не в Power BI, которые мы используем, и мы делаем это в Excel, чтобы по-быстрому посмотреть, сколько человек пользуется конкретной кнопкой в конкретном месте. Но у нас эти несколько человек, это обычно 1,5-2 миллиона записей. Поэтому вроде бы справляется. Да, строить как сводные таблицы, так и быстро составить какой-то график, выделить необходимую информацию и создать диаграмму, выбрать этот тип диаграммы. То есть какие-то простые операции, которые вы делаете в Excel, привыкли сегодня делать, либо в Google таблицах, это все работает прекрасно и все сразу сохраняется уже внутри вашего рабочего инструмента. Виталий здесь спрашивает уже прям такие экстра возможности. К сожалению, такого нет. Но я что-то не уверен, что это даже в Excel обычно есть. В Google документах я это видел, а вот в Excel не видел такую историю, когда можно ограничивать конкретными столбцами. Может быть, там это возможно, я не настолько хорошо разбираюсь в Excel. У нас, насколько я знаю, невозможно такое сделать. Но и это, наверное, не самое главное. Все-таки я ни разу не сталкивался с тем, но мы, наверное, не ведем, потому что в Excel какие-то сложнейшие документы, на которые нужно давать странный какой-то доступ. Просто дается либо полный доступ, и человек может что-то исправлять в этом документе, либо red-only, когда ему нужно просто что-то посмотреть. Все-таки эта история вот про это. А так мы стараемся, если какой-то есть сложный документ, переносить его внутрь нашего продукта. Вот, например, мы ввели очень серьезный реестр ссылок, которые собирают использование нашего продукта. Сначала мы это делали по Excel-овским файлам. Когда файлик разросся, мы поняли, что лучше это перенести уже внутрь продукта, где можно разграничивать различные права, и пересобрали это на списках. То есть на инструменте, внутреннем продукте, пересобрали эту историю. То есть мы вот такой подход стараемся применять. Все-таки Excel, по мне, не для этого. Итак, ну, про документы мы рассказали. Буду переключаться обратно в презентацию. Это мы прям остались уже внутри нашего BITREX 24. Итак, возвращаемся в презентацию. Немножко пролистая все, что мы здесь с тобой уже показали. Ну, самый важный, наверное, момент про документы ты немножко затронул, да, что они доступны на верхних тарифных планах, на команде, на компании. Вы можете полноценно с ними работать. Просмотр документов, что тоже, на самом деле, не менее важно, да, конечно, когда у вас есть и просмотр, и редактор, это круто, но на специальных тарифах у нас доступен просмотр, что, повторюсь, важно, потому что очень часто достаточно просто открыть документы, просмотреть, да, если у меня, например, право только на просмотр, какую-то таблицу. Да, даже если полное право, не всегда его надо редактировать. Да, и это доступно и на специальных тарифах. Ну, а вообще в целом, если говорить об инструментах, которые мы сегодня смотрели, задачи и проекты, коммуникации, видеозвонки, видеоконференции, все это доступно на бесплатном тарифном плане, то есть вы можете начать с него, посмотреть, начать внедрение в свою компанию, привлечение, так сказать, внимания сотрудников к этим инструментам, и потом уже, когда вы запустили эти процессы, начали ставить задачи, вы можете уже выбрать тот тариф, который подходит непосредственно вашей команде по количеству сотрудников, либо по каким-то фичам, которые вам будут внутри интересны, но стартовать можно бесплатно, прямо сейчас регистрировать BitRZ4 и смотреть, как все это работает. Причем мы не стараемся выдавить людей обязательно на платный тариф, у нас есть куча клиентов, которые годами пользуются бесплатным тарифным планом, и мы, наверное, единственная компания на пространстве СНГ, да и не только на СНГ, которые прямо держат такого достаточно широкого бесплатника и дают возможность прям серьезно работать и с задачами, и с коммуникациями, и с ЦРМкой. Да, конечно, там есть ограничения, все-таки мы хотим зарабатывать деньги, мы тратим эти деньги на разработчиков, на зарплаты и на все остальное. Но у нас достаточно широкий бесплатный план, и он вполне подходит большинству небольших компаний, они могут полностью бесплатно нами пользоваться. Ну и в завершение, я думаю, что мы поделились максимально сжато, конечно, немножко, потому что несколько инструментов сразу, но самыми главными возможностями наших инструментов, которые помогут вам эффективнее наладить работу внутри компании, поделитесь его и с нами. Был ли вам вебинар сегодняшний полезен? Может быть, остались какие-то пожелания, замечания, вопросы? Напишите нам их, пожалуйста, в чатике. Ну давай последний вопросик ответим. Здесь как раз спрашивают про почтовый клиент. На самом деле мы, наш почтовый клиент, не рассматриваем как именно полноценную замену почтового клиента. Это немножко про другое. Во-первых, он ускорился в последнем релизе, и вот эта вот работа, которую вы пишете, перенос по папкам, синхронизация, стала сильно быстрее и сильно лучше, эффективнее работать. Мы ее дальше будем продолжать ускорять, дальше будем продолжать делать, но все же наша цель была не заменить почтовый клиент. IMAP, как протокол, позволяет работать параллельно в нескольких местах. Вы можете для сложных каких-то действий оставить использование вашего почтового клиента. Мы же все-таки про совместную работу, и дальше развитие этого инструмента будет больше в этом направлении, что оттуда можно сделать привязку к ЦРМ, оттуда можно будет создать задачу, перекинуть в чат и так далее. То есть мы все-таки заинтересованы давать вот наше преимущество вот в этой вот совместной работе. Мы сделаем более удобную работу с почтовыми ящиками, управление почтовыми ящиками и так далее. Будем дальше двигаться. Мы очень много времени в этом релизе, который вот был, потратили на ускорение и на скорость работы внутри этой истории. Все-таки здесь, конечно, замедляют всю эту историю сами протоколы. Они достаточно неповоротливые, так как не очень прям свеженькие и были придуманы достаточно давно. Но, в принципе, мы будем выжимать из них максимум и будем стараться вам это все предоставлять. Ну, еще одно преимущество почты, помимо того, что оно связано с инструментами внутри Bitrix24, это то, что вы, не делясь паролем от своего ящика, можете поделиться письмами. То есть, например, вы руководитель, явно вы не обрабатываете почту самостоятельно, если там большой объем. Вы просто даете доступ к подключенной уже почте вашему менеджеру, секретарю, офис-менеджеру вашей компании. Да, не только письмами, а целой почтой. И вот это вот кайф, особенно в продажах, где люди меняются постоянно. Нельзя ни в коем случае допускать, как по мне, мы, наверное, уже более взрослые, нельзя допускать личную почту в таких делах. Почта должна быть какая-то корпоративная, и вот ее можно как раз назначить, отдать человеку. И если не произойдет, не дай бог, изменения этого человека, то следующий придет и будет использовать эту же почту. И прекрасно через нее дальше коммуницировать. Не зная даже пароля от нее, соответственно, не сможет утащить какую-то переписку к себе. Итак, ну что, по вопросам мы ответили максимально возможно, по-моему, на все вопросы. Если на какие-то не ответили коллеги в чатике, я думаю, вам помогли наши партнеры и ответили. Не знаю, поделились ли вы с нами, был ли вам вебинар полезен. Не поделились. Не поделились. Очень мало вижу комментариев. Коллеги, все-таки мы надеемся, что вебинар вам был полезен, что вы взяли для себя, может быть, что-то новое, где-то увидели какой-то новый сценарий и начнете внедрять его внутри своей компании. Мы желаем вам продуктивной недели и отличного настроения. Было приятно вам все рассказывать. Пока-пока. Всего доброго.